У нас сегодня проблема такая, популярная научная пресса, действительно большая проблема. У нас в гостях Борис Евгений Штерн, доктор физмат-наук, он физик-ядерщик, он занимается звездами, квазизвездными объектами, и кроме всего прочего, он еще редактор газеты «Троицкий вариант», то есть такой городок под Москвой, город Троицк, и вот там ученые живут, и вот, в общем-то, для этих ученых такая вот местная газета. Она не местная. Не местная? Она не местная, она была местной. Так. Сейчас она выходит в двух вариантах. В местном варианте «Троицкая городская газета» и «Троицкий вариант наука», который к Троицк на самом деле имеет только то отношение, что издание газеты пользуется троицкой инфраструктурой, которая там существовала раньше. А основная часть предакционного коллектива, она разбросана по всему миру. По всему миру, да. По всему миру, да, есть. И что даже не русскоязычные есть? Нет. Они все русскоязычные. А, все русскоязычные. Как известно... Не, ну понятно, что... Да, российская наука сейчас разбросана по всему миру. Да. Точно так же и редакция газеты «Троицкий вариант». Ага. Хорошо. Значит, насколько я понимаю, раз это газета научная для ученых, да, там много проблем, которые волновать... Касаться должны только ученых, да. Вот сейчас такое слово есть, индекс цитируемости, да. Вот о нем так с пресса писала, что вот ругают наших ученых, что их мало цитируют там, а наши ученые говорят, ну как же нас там процитируют, когда нас там не переводят, когда мы пишем по-русски, вот, понимаете ли, да. Вот Лобачевский, вы знаете такого, да? Ну, конечно. Интересный человек, очень гениальный математик. И был у него конкурент венгерский математик по фамилии Больяи. И вот, значит, когда он узнал, что Лобачевский вот создал свою геометрию Лобачевского, он сошел с ума. И действительно сошел с ума. И вот один из верных признаков его неадекватного поведения, это то, что он начал учить русский язык для того, чтобы читать в подлинке Лобачевского. Почему это верные признаки? Это не нужно было делать. Лобачевский писал свои труды на французском языке. И русский язык-то совершенно ни при чем. Зачем это Больяи стал русским? Непонятно. Понимаете, какая ситуация. Вот Лобачевский, он сразу, сразу был признан в математическом мире, благодаря тому, что он писал на французском языке. Ну, так и наши ученые пишут на английском языке. Да? Конечно. Ну, не все. Значит, владение английским языком, это один из совершенно необходимых признаков квалификации человека, который, конечно, обладают не все. Вот. Действительно, не все умеют писать по-английски. Но, извините, если вы не умеете писать по-английски, как вы можете рассчитывать на признание? Вот. Большинство все-таки, слава богу, умеют. И публикуются. Вот сейчас такая проблема. Вот если у вас некрасивая фигура, да, то вас не выпустят, так сказать, на сцену, и вы не скажете речь о чем-нибудь эдаком, да? Понимаете? Это значит, вы в чем-нибудь эдаком очень хорошо разбираетесь, но фигура у вас не та. Вы в чем-нибудь своем, там, в астрофизике, там, или в химии, там, каких-нибудь радикалов разбираетесь. А вот с английским языком, ну, можете вы там прочитать без словаря статью по своей работе? Ну, не фигура, это весь тренируемая. Тренируемая. Не фигура. Лоск это, все равно. Вот в мое время это был лоск. Научили нас английскому языку. Ну, чтобы прочитать статью в журнале, так сказать, physical review, ну, самому там что-то просказать про свою работу. I am a student today, да, my native city, что-нибудь в этом роде. Да, такие вот вещи простые, да? А чтобы написать такую статью, чтобы это еще и складно было и понятно, потому что, в общем-то, у научной статьи тоже есть своя лексика, и она тоже, если хреново, простите, плохо напишешь, ее, ну, не очень будет интересно читать. Если зайца долго бить березовым поленом, он научится спички зажигать. Это сказал, кстати, Горчехов, известный наш гуманист. Вот, вот. Поэтому все это, конечно, преодолимо трудом. Ну, в свое время, чтобы учить английский язык, это вот, понимаете, сейчас с детства нанимают учителя, которые учат ребенка с детства. И вот он уже годам, когда пора заканчивать институт или университет, он уже английским-то владеет. Он уже может и объясниться. А написать, чтобы что-то, ему еще надо бы вот грамматики поучиться. Сказать уже может. Так что поймут англоязычные, да? Англоговорящие, лучше сказать. Вот. А вот так, чтобы написать еще грамотно, ну ладно, там редактор есть, он поправит. В конце концов, можно редактора здесь у себя найти. Но это же ведь только люди новой генерации, когда мы стали открытыми. А раньше нам зачем английский язык нужен? А сколько сил надо потратить, чтобы выучить его? Ну как, ученые старшего поколения вполне сносно говорят по-английски. Хорошие ученые говорят. Потом, кроме того, чтобы публиковаться, надо общаться. То есть наука, она вообще не существует национальных наук, вот так, если честно. Наука едина. И чтобы быть в этой единой науке, надо общаться, уметь общаться. Для физик нужен никуда не решить. Арийская физика была такая. Во, 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 да. Еще была всякая советская наука тоже. Ну вообще советская наука. Очень специфическая. Не, ну какая-то физика была как физика. Нет, физика была как физика. Самолеты летали. Физика была как физика. Все мы знаем, что было с биологией. Вот это была типичная, так сказать, пролетарская наука, Лысенко и прочее. Ну это были козни. С физикой, слава богу, повезло. Потому что физика реально была нужна государству, режиму. Реально было нужна. Вот. А... Да. И еще физике еще вдвойне повезло. Потому что было такое, когда вот началась эта эпопея с разработки ядерного оружия, да? Совершенно. Значит, было постановление, соответственно, политбюро тогда было, не было, не знаю. Ну, в общем, самое верхнее постановление о преподавании физики и точных наук вообще. И вот в рамках этого постановления как раз и появилось новое издание МГУ, в частности. И всякие в дальнейшее развитие физик, математические школы. И вообще у нас в стране вообще с физикой, с математикой было очень хорошо. Ну да. А с гуманитарными науками что у нас было? Ну, с гуманитарными у нас тяжелее. Потому что у нас марксизм-ленинизм был. И все как-то через него познавалось. Вот так и получается, да. Ну, что-то было там, люди-то знали философию как-то. Вот так и получается. Физики были, кстати, практически тогда все-таки были интегрированы в мировую науку. Потому что английский они знали, журналы читали, журналы были основные. Да, журналы были. Публиковались. Наши журналы все-таки переводились и тогда. Они переводятся и сейчас. И даже до войны переводились. Вот. Да. Поэтому интеграция была уже тогда. Сейчас она, конечно, гораздо более глубокая. Но нашей нынешней науке от этого не легче. Потому что просто многие разъехались. И очень трудно стало делать науку здесь. Ну ладно. Мы что-то зациклились на этом индексе цитирования. Да. По поводу цитируемости. Еще пару замечаний. Так. А что такое, кстати, индекс цитируемости? Это сколько раз на работы этого человека сослались другие люди. А, вот просто так. Вот просто так. Это ведь, наверное, еще зависит от того журнала, в каком он публиковался. Конечно, зависит. Это зависит очень много от чего. Сколько в среднем статья вот в нашем научном журнале цитируется там? Значит, у наших лидирующих журналов, типа «Жетфа». Журнал «Экспериментальный, теоретический, физический». Да, совершенно верно. За последние два года, вот, за два года, она цитируется полтора раза, средняя статья. И это для наших это хорошо, да. Это хорошо. Вот, у большинства значительно меньше единицы. Скажем, 0,1 – это не редкость у наших журналов. Ну вот «Жетф» – это вот неплохо. А у «Физикал Ревью», например, у них как? В районе пятерки что-нибудь, в зависимости от серии. Но «Жетф» переводится. «Жетф» переводится. Но стоит гораздо дороже, чем «Физикал Ревью». Потому что там переводчику-то ведь надо заплатить, чтобы он перевел. Да, да, да. Но здесь есть какая уловка. То есть человек публикуется в «Жетф», и английский вариант своей статьи, которую он сам перевел, он размещает в бесплатный общедоступный архив электронных припринтов. Вот. И там есть ссылка, что это опубликовано в «Жетф». Бесплатно, да. Да, реально, американец, допустим, читает эту статью в электронном припринте, а ссылаются на «Жетф», поскольку так принято. А, вот так вот полтора он и набирает. Вот так полтора и набирает. А вот, значит, «Физреф» — это пять, а самый цитируемый научный журнал какой-то? Ну, «Нейнче Сайнс» там больше двадцати, я не помню точно сколько. Но это специфические какие-то журналы ведь? Ну, они широкого профиля, и они очень престижные. Это почти научно популярный. Не совсем. Там есть популярные редакционные разделы, и там есть достаточно специальные разделы. Ну, туда принимаются статьи, которые имеют, как это, ну, достаточно широкое, вот, звучание, ну, какое-нибудь открытие, там, достаточно широкая область интересов. То есть то, о чем сказано, что это великое открытие, уже с самого начала ясно. Ну, пусть хоть какое-нибудь. Ну, что заметное открытие. Да, великих открытий не хватит, чтобы заполнить этот журнал. Заметное. 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 Ага. Я вот теперь вот как так плавно хочу перевести наш разговор все-таки на научно-популярную вещь. Да. Вот Аристотель, авторитетный человек, правда, да? Он был учительом Александра Македонского. И Саша плакал, говорят. Плакал буквально слезами. Сашенька Македонский, Шурик. Потому что Аристотель так все объяснял. Вот все по полочкам, вот все, вся сумма знаний, ничего за пределами нее нет. Ему было, ну, как он опоздал родиться-то, все уже известно, понимаете? Ну, вообще уже ни к чему. Вот как же, вот так вот, какая-то тупая дебильная наука. А, между прочим, такое же как раз впечатление, когда, ну, вот слезу это не вызывает, когда читаешь научно-популярные книги. Вот как ни пиши ее, а там должно быть сразу все ясно. Вот иначе не поймут. А раз все ясно, значит, что тема закрыта, да? Все очень просто, ясно, иногда все это упрощается. Ну, и вот у читателей возникает впечатление, а читает основная целевая аудитория, люди, которые в этом, ну, не специалисты, отнюдь не специалисты, а еще лучше там типа школьники или люди без высшего образования, у них впечатление, что там все просто, все ясно. И какие-то вот предвзятые идеи к ним попадают оттуда. Упрощенчество вот это к ним такое. Хорошие популярные статьи или книги, должно быть четко обозначено, это, кстати, один из признаков качества этого. Так. Что уже ясно, а что еще не ясно, что под вопросом, что неизвестно вообще. Могу привести пример. Так. Великолепная книжка, написанная, по-моему, в 910 году, Игнатьев такой, он был вообще-то математик, преподавал математику, но писал... В 1910. В 1910 году, но есть эта книжка, да, да, да. Наука о небе и земле называется. Вот, он там четко совершенно обозначает, что неизвестно. Например, неизвестно, за счет чего светит солнце. Вот, неизвестно, он пишет. И он начинает анализировать всяческие возможности. И отвергает их одну за другой, эти возможности. Например, за счет сжатия солнца. Нет, говорит, энергии не хватает. Хватит на 40 миллионов лет. А геологи говорят, что Земля существует дольше 40 миллионов лет. Сейчас-то мы знаем, что 4,5 миллиарда. Тогда еще не знали. Вот. И он говорит, а может быть, солнце светит вот из-за процессов, которые недавно нашел Кирель. Радиоактивный распад. Радиоактивный распад, да. И он, это уже тепло. То есть он вот благодаря своей интуиции попадает. Но он говорит, это, конечно, неизвестно, мы этого не знаем. И много еще чего неизвестно. И он везде это вот отмечает. Вот просто я привел один такой пример. И вот, так сказать, в нашей газете, в частности, мы это культивируем. Вот такой подход, чтобы четко было обозначено, что непонятно. И, так сказать, какова достоверность знаний. Ну, все равно даже то, что наука, так сказать, четко понимает, она это рассказывает упрощенно. И у тех, кто увлекается, они кажутся упрощены. Это факт. Вообще проблем в популяризации куча. 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 Всегда есть противоречия между... Так, достоверностью и степенью вульгаризации. Ага, например. Вот одна из проблем, наверное, почти что основная. Было такое замечательное время, эпоха просвещения, это 18 век. И вот, собственно, начиная с него, она и появилась, современная, так сказать, научно-популярная наука, научно-популярная, вернее, литература, о том, что наука стала популярным объектом. Ей стал престижно заниматься. Вот Кускова, Кускова, знаете, да, имение графа Шереметьевых, там есть библиотека, библиотеки обязательно какой-нибудь научный прибор, надо, чтобы стоял глобус, телескоп или электрическая машина, да, это обязательно. Ну, видишь, как вот он не лыком шел, понимаете? Да, но это 19 век, сейчас... Это 19. А сейчас 21 век. И вот тогда же в то же время, по незнанию ли, по недоумению ли, это дело, не знаю, сейчас сказать, но появился то, что сейчас называется научным атеизмом, вот современный научный атеизм, и его главный постулат научного атеизма, да, ну вот для чего в науке необходим Бог, так если разобраться, кроме всяких моральных принципов, ну, что сотворение мира. Мир вечен, да? Это был 18 век, закон о сохранении энергии не открыт. А сейчас понятно, что звезды не могут вечно гореть, они должны были давно прогореть. И вот эти вот сто с лишним лет, вот эта вот предвзятая точка зрения, в общем-то, держала, 200 с лишним лет, и держится до сих пор. Что значит предвзятая? О том, что мир не сотворен, а ведь он был сотворен 11 с лишним миллиардов лет тому назад. Сейчас это общепринято. Он не был сотворен, он сотворился. А, сам сотворил, сам возник, да? Конечно, более того, один мир, они... Бесконечное количество миров, они рождаются как... Но вот бесконечное количество миров... Они рождаются как мухи... Бесконечное количество миров никто не наблюдал, однако вы о том так уверенно говорите. Мы знаем, как один наш мир. Не наблюдал, да, но даже наш мир бесконечно разнообразен. То есть сейчас это становится более-менее понятным. Эта область, это область не твердо установленных фактов. Но это область очень правдоподобных уже следствий из имеющихся теорий. Например, известно, что наша Вселенная, наша область Вселенной раздувалась в какой-то момент на много-много порядков, по масштабу. На число там с 10, со 100 нулями, с 200 нулями. Мы не знаем, сколько там нулей. То есть когда-то плотность нашего участка Вселенной была бесконечна? Конечно. Ну, не бесконечна, а мы знаем, какой она была. Это так называемая планковская плотность. Ну, это очень большая плотность. Потом наша Вселенная начала меняться. Тоже это область не твердо установленных фактов, но примерно то, что следует из современных физических принципов. Она начала меняться случайным образом. Даже число измерений, может быть, случайным образом оказалось разным в разных частях Вселенной. Мы этих частей Вселенной не видим, потому что они от нас заброшены на, в принципе, ненаблюдаемые расстояния, за горизонт. Но вы уверены в их существовании, тем не менее? Я не могу быть четко уверенным в их существовании, но у меня есть очень много веских оснований это предполагать. Вот, например, живя где-нибудь в Тамбове, можно было иметь веские основания предполагать, что существует Америка. Повесить длинную антенну 30-метровую и принимать, значит, передачи «Голос Америки». Там про Америку рассказывать, какая там погода. А у вас какая такая антенна принимает из других Вселенных информацию? Это невозможно в принципе. Это невозможно в принципе. Но вы, тем не менее, уверены в том, что это есть? Это же объект веры. Это не объект веры, это объект, я уже сказал, то есть есть много соображений, но соображений, сформулированных на языке строгой науки. Например, вот это самое расширение на единицу там со стами или двуместами нулями. Это есть четкий физический механизм, показывающий, как это должно происходить. И эта физика понятна, она проста. И от этого остались определенные следы, например, реликтовое излучение. Остались определенные следы. А вот от других Вселенных, которые в других измерениях находятся, от них никаких следов нам нет. Никакой информации не поступает, никакого взаимного влияния. Но есть масса... Потому что все наши поля в нашем пространстве, хоть и искривленном, но в нашем трехмерном... Да. Другие Вселенные ненаблюдаемы. Более того, части нашей Вселенной, находящиеся за горизонтом, ненаблюдаемы точно так же. Мы можем только теоретически выводить их в состоянии. С момента вот этого... Большого взрыва. Самосотворение, получается. Самосотворение Вселенной. Но вообще, так говоря, так обычной аристотевой логике, которая требует, чтобы у всякого была причина. Шолохов говорил, без причины... Ну, не Шолохов, а его персонажа. Без причины и прыщ не вскочит. А вот эдакий прыщ в виде Вселенной, который мы видим на 11 миллиардов лет вокруг себя, да? Световых миллиардов лет. Без всякой причины вскочил. Другое дело, что эта причина не могла быть, так сказать, материальной. Потому что она вне времена и вне пространства, не материальная. Да, но материя... То есть, как это... Если мы вписываем материю в наши координаты временные и пространственные, то да, она находится вне этой причины. Наши координаты всё не покрывают. Да, это наша материя. Да, это наша материя. Они всё не покрывают. Например... Я хочу сказать, что мы с вами приходим потихонечку и дрейфуем к одной точке зрения. Что существуют некие сущности, которые, глядя из нашего мира, можно назвать нематериальными. Да, мы их не видим принципиально. Мы их не видим принципиально, и мы их не ощущаем, мы их не можем определить, не можем регистрировать. Да, но мы можем теоретически их реконструировать. Не можем с ними контактировать. Но они нематериальны в принципе. Вы знаете, это как раз... Оставим терминологию философам. Философам. Но вот как раз именно в таких терминах рассуждали наши товарищи XVIII века. Они говорят, что нематериальных сущностей существовать не может. А вот сейчас мы с вами вместе пришли, сами того не понимая, вот в их терминологии как раз, потому что существуют такие нематериальные сущности, и более того... Нет, ну человеческое сознание нематериально, если бы это признавалось теми. То есть оно как это основано на нематериальном состоянии. Ну это можно так это говорить там, что стул вообще нематериальный, платоновские идеи... Давайте оставим это философам. Вот рассуждение об этой терминологии, да. А что я хочу сказать... Отступим. Да, отступим. Что в принципе вот это вот самое рождение Вселенной, его причина... Самое рождение. Самое. Я говорю самое рождение. А самое рождение. Начиная вот с нуля, да. Мы этого наблюдать не можем, там все стерто по дороге, но мы можем теоретически его реконструировать. Пока еще нет, потому что есть такая наука, вернее попытка создать такую науку, квантовая гравитация, которая будет отвечать именно за это. Вот как Вселенная начала развиваться с планковских масштабов. Там все стерто по дороге, но мы это реконструируем. Но можно реконструировать, да. Пока еще нет. Аппарата такого нет. Он чудовищно сложный. Чудовищно сложная теория, она фактически еще не разработана. Но есть много наводящих соображений. Умилило, как говорится. Там все стерто по дороге. То есть реконструировать, проверить теорию мы не сможем, потому что стерто по дороге. Да, да, да. Все, что вот хорошо видно, это видно то, что было после миллиона лет, после вот самого этого большого взрыва. Нет, нет, это видно то, что было после... Когда стала прозрачная Вселенная, миллион лет после взрыва? Мы видим флуктуации плотности. А, флуктуации плотности. Мы видим их спектр, и эти флуктуации плотности, да. А лаптики, да, это флуктуация той самой плотности. Они заморозились там в первой доле секунды. Вот это мы их замечаем. Да, мы их видим. Флуктуации плотности. То есть неоднородно. А может еще увидим гравитационные волны? Вот эти реликтовые. Оттуда еще и сходящие. Да, да, да. Это сложно, но в принципе не безнадежно, по-моему. Насколько я понимаю, времени конца нет или есть? Вот конец времени передачи есть, нам еще минуты три. Значит так. А у времени есть конец? Значит так. Скорее всего нет. Потому что сейчас наши цивены продолжают экспоненциально расширяться. Вот я говорил про число. Стоп, экспоненциальное что, ускорено что ли? Ускорено, да. То есть ускорено, причем как? Все же расширение ускоряется. Да, каждые 10 миллиардов лет, да, она становится в два раза больше. Допустим. С ускорением, да. Она расширяется с ускорением. То есть расстояние каждые 2 миллиарда лет увеличивается. Поэтому, скорее всего, она никогда не сколлоксирует назад. Она, как это будет, вот так асимпатически расширяться, становиться все более плоской. Более плоской. Более однородной, да. Более плоской, это вы сказали так как-то абстрактно. Есть точное понятие. То есть оставаться все-таки, так сказать, трехмерной, но более однородной, да? Слово плоское относится к трехмерию. То есть плоское трехмерное пространство. Все менее искривленным. Оно не искривленное, да. Не искривленное. Оно не есть пространство Лобачевского, оно есть обычное евклидовое пространство, грубо говоря. Вот так вот. Евклидовое трехмерное пространство. Да, да, да. То есть геометрия Риммана потихонечку потухла. Да, геометрия Риммана была, судя по всему, в самом начале. Но вот эта вот инфляция, раздувание там со множеством нулей так выгладила. А геометрия Риммана это геометрия сильно искривленного пространства. Ну, просто искривленного, да. Ну, вот поверхность сферы, двумерный аналог, да. Но это все выгладилось настолько, что... А если сфера очень сильно раздуть, вот мы сидим на сильно раздутой сфере. Конечно. И, в общем, чтобы это понять, надо спутник запустить, мерить какие-то там углы, чего-то ходить. Вот иначе мы не поймем, что у нас планета не совсем плоская-то. Да, нет, это надо мерить далекие галактики. Не, не, я говорю про Землю, вот тут уже, уже проблемы. А, уже про Землю. То есть в масштабах человеческого тела это очень так далеко. Конечно, да. Да, примерно так и есть. То есть, судя по всему, вот конца времени пока не предвидится, вот так скажем. Начало есть, конца нет. Начало есть, конца нет. Да, но Вселенная это станет совсем другой, то есть звезд не будет. Будет что-то другое. Звезды сгорят. Звезды сгорят, да. Вся энергия кончится. Да, но это не значит, что кончится Вселенная. Энергия медленно размажется, энтропия увеличится, дальше некуда. Есть методы, как это, возобновления. То есть энтропия увеличится, но... Станет равномерной. Но есть интересные механизмы, которые это как-то преодолевают, да. Например, жизнь. Жизнь локально преодолевает энтропию, только этим и занимается. И, кстати говоря, жизнь не только в нашем организме, но и вокруг себя. Мы очищаем наше помещение, уменьшаем тут энтропию, порядок наводим. А весь мусор на свалку, там энтропия возрастает. То есть мы с одно место на другое перекачиваем. Есть еще интересные вещи, типа фазовых переходов, вакуума, которые как-то создают новую физику и новые масштабы. Жалко, время кончилось. Новые масштабы тогда... Во Вселенной она не кончится. Во Вселенной она не кончится. Это радует. А в силу того, что мы энтропию тут все-таки понижаем, может быть, когда-нибудь и расскажем через миллион лет об этом еще раз. Спасибо вам большое. Публике нашей уважаемой, спасибо за внимание. Вот так вот. Всех благ вам, до свидания.